Коррупция Коррупция. К сожалению, большинство крупнейших электронных торговых площадок так или иначе принадлежат крупнейшим заказчикам, что безусловно может ставить в зависимость результаты действий самих торговых площадок от воли соответствующих заказчикам, принадлежащих им к структурам. Решением, на мой взгляд, может стать формирование независимой от конкретных крупнейших заказчиков федеральной закупочной структуры, включающей в себя в том числе электронную торговую площадку. Запрет в целях предотвращения конфликтов интересов и сочинения закупок крупнейшими заказчиками и аффилированными с ними структурами, насвязанных с ними электронных торговых площадках. Тотальность применения закона. Российская Федерация лидирует по числу электронных аукционов. В 2019 году для организации закупок по 44-му федеральному закону было проведено более 2 миллионов. Электронных аукционов, что более чем в 10 раз превышает число всех конкурентных процедур всех стран-членов Европейского Союза, прошедших через систему аналогичной российской. Из конкурентных закупок, среди которых подавляющая доля занимает электронный аукцион, свыше половины признана несостоявшимся. При этом себестоимость организации торгов оставляет 9000 рублей. Налицо две проблемы. Неэффективное расходование государственных средств, увеличение себестоимости закупаемых товаров на организацию стоимости торгов на мелких закупках. Кратно. Решением проблемой могло бы стать формирование института квалифицированных поставщиков, закупки которых по суммам, например, не превышающим 100 тысяч рублей, осуществлялись бы без проведения процедуры закупки. При этом под простых правил, из разряда наличия множественных однотипных закупок повторяющихся товаров, попадало бы под контроль проверяющих органов. Либо частые нарушения сроков и фактов ненадлежащего качества, приводило бы к осторманию для исключения средств квалифицированных поставщиков. Второе. Превалирование фактора стоимости поставки над прочими факторами. Пределение исполнителями, такими как надежность, умение выполнять срок и обеспечить ненадлежащее качество. Из-за ценового демпинга заказы попадают к недопросовестным поставщикам, и до итогов становится затягивание сроков, спешив 50% случаев. Поставка с несенадлежащим качеством в более 70% случаев, сговора поставщиков в свыше 30% случаев, наличие неформальных связей в свыше 20% случаев. При этом необходимо понимать, что причины далеко не всегда являются коррупционными заставляющими. Зачастую причиной попыток обеспечить выехавшись ранее определенной компанией является желание исключить неизвестные компании с отсутствующим опытом в реализации подобных заказов, либо сомнительной репутации. Решением, помимо введения института квалифицированных поставщиков, могло бы стать формирование взвешенной системы факторов с одновременным введением мотивированного суждения снабженца так называемой группы снабжения ТНО-комитета для случая включения в состав принятия решений лиценовых параметров с одновременным формированием стандартов подобных систем и механизмов выборочного контроля. Субтитры создавал DimaTorzok